Всем привет, друзья! С вами NelfGorn, это игра TerraTech, и сегодня мы посмотрим новые предметы, которые появились в TerraTech с недавним обновлением на нестабильной версии 0.7.4.11. Этих блогов пока нету в игре, они есть только в гараже и в креативном режиме, то есть они стоят в экспериментальном режиме, вообще в экспериментальной установке, точнее коалиции, так скажем, да, experimental. И эти блоки являются больше колесными, то есть в большей степени появилось именно колесных блоков больше всего. И вот эти вот первые колеса, которые я бы хотел вам показать, такие, знаете, колеса внедорожника, наверное, как-то так, то есть у них даже название есть DuneVale, то есть это колеса для песка, что ли, но выглядят они очень круто, посмотрите, то есть у них вот такое вот есть как бы крыло, да, то есть с направлением. Можно его так ставить, можно вперед ставить, ну как угодно можно вообще составлять. И движение этих колес просто офигенное, я вот так вам скажу, потому что, ну, вид, посмотрите, ну, как они двигаются, то есть они такие прям вот, ну, как сказать, как джипик, что ли, или в оффроуд, или еще что-то типа такого, потому что вот как я езжу на них, не просто в кайф. Они прям вот офигительно себя чувствуют и офигительно как-то передвигаются по территории, при том скорость у них, как видите, ну, даже визуально не слабая, но если давайте установим мы с вами, установим мы с вами, где же эта штуковина? Так, оп, просто поставим датчик скорости и у нас получается 4 колеса дают где-то около 67 миль в час. Это очень неплохо для 4 колес. Ну, конечно, здесь вот сейчас в данный момент у меня нагрузки очень мало, но это не важно. Подъем у них довольно-таки высокий и, собственно говоря, вот даже вот посмотрите, когда даем боковой крен, да, так скажем, разворот, разворот на этих колесах, то есть они как-то так вот прям вот, вот видно, да, то есть накореняется в одну сторону, другая приподнимается, ну, вообще шикарненько выглядит, конечно. Я в восторге от этих колес. Вы заметили, что я езжу по новым биомам, да, ребятки, да, добавили новые биомы и изменили старые. Здесь прям это, прям вот, ну, как бы, я бы сказал, кардинально все поменяли, потому что вот какой-то, как видите, склоны какие-то появились, полулесные такие, да, то есть, вот видите, они такие, ну, подсвечиваются здесь деревья. Допустим, вот дальше вот здесь вот, ну, самый ближайший, здесь биомчик у нас изменен, лесной полностью изменен. Теперь он практически ровный, как видите, то есть он вот, вот видите, то есть здесь нету каких-то таких огромных, ну, ям или еще что-то типа такого. Кстати, у меня здесь еще ускорение же, я поставил, да, турбину. Но оно на козла пытается встать постоянно. То есть изменения очень большие, там еще изменения с пустыней есть, я, наверное, тоже сегодня покажу. Следующие колеса F1, ну, так они, маленькие колеса F1, Формула 1, то есть, видите, они даже очень похожи, это маленькие колеса, но, блин, ну, скорость у них просто даже при езде до соточки разгоняется по-любому. Конечно, управление у них такое, то есть они подпрыгивают, у них подвесочка очень плохая, то есть они подпрыгивают, скачут и управлять ими, они прям вот резко, да, то есть разворачиваются, видите, то есть вот, прям вот, я чуть-чуть нажал, он прям уже развернулся. Но, в принципе, колеса очень интересные, также есть такие же, но большие. Большие колеса выглядят вот таким вот образом, то есть они уже на 4 клетки подсоединяются, маленькие подсоединяются на 2, и вот, собственно говоря, размер. Ну и здесь, конечно же, скорости больше, приходится промодернизировать, точнее, пришлось промодернизировать свое устройство, иначе, так скажем, слишком быстрые колеса и передок приподнимался. Да и хотя здесь вот даже сейчас при нагруженном передке все равно передок подпрыгивает. Прикольно, очень прикольно, колеса прям очень быстрые, ну вообще вот, соточка, да, больше, 113, 100. Если ровную какую-то поверхность найти, то, наверное, ну соляная пустыня для этого нужна, конечно. Заодно, пока ищу соляную пустыню, хотел все-таки разогнаться, а вон уже близко. Посмотрите, как изменили пустыню. Вот такие барханы появились, да, то есть это довольно-таки прикольно, и, ну, они как минимум усложняют езду. И войну, кстати, войну тоже, потому что враги будут появляться внизу или наверху, вы тоже будете внизу или наверху. Большие устройства будут здесь намного сложнее передвигаться, им будет намного сложнее преодолевать эти барханы, да и надо будет как-то более грамотно подходить к вездеходной части любого устройства. Это, конечно, они молодцы, что изменили настолько биомы. Вот я и нашел соляную пустыню, так что максимальный разгон. Погнали! Получается, ну, где-то 113, вот максимальное число я вижу. 113, это очень круто. Просто 4 колеса, 113 миль в час, 114. Поэтому он постоянно подпрыгивает. И как-то самопроизвольно получилось довольно-таки интересное и симпатичное устройство, но, по крайней мере, по внешнему виду. Ну, как-то так. Блин, прикольно, очень прикольные колеса. Я прямо так вот, я сейчас уже минут 10 за кадром катаюсь, просто кручусь-тверчусь. С ними очень интересно играться. То есть езда у них очень приятная, конечно. Следующие три вида колес, которые я покажу, они очень странные. Потому что, посмотрите, как они крепятся. Очень, ну, очень разным способом. Посмотрите, у них креплений очень много. То есть они могут и вот этой частью верхней крепиться. Они могут и вот этой частью крепиться. То есть устройство можно ставить, ну, вот таким вот образом, к примеру. К примеру, вот так вот можно поставить, да? То есть можно сбоку его цеплять, к примеру, ну, вот здесь вот так вот, да? То есть, ну, понятно, развернув. Потом есть подобные же, такое же длинное, вот оно здесь установлено. Таким же образом у него несколько вариантов крепления. Можно так вот высоко поставить. Можно так же развернув, как вот я поставил. Так же есть колесо, которое вот это, вот это вот. То есть это такое же колесо, но оно просто без крена. Вот, то есть видите, здесь вот, ну, здесь вот есть такой крен вниз немножко. Здесь есть крен вниз, а здесь, видите, прямо. То есть здесь можно, к примеру, не вот такой вот крен, как я сейчас сделал, да? Вот так вот. Ну, как видите, давайте ездовые параметры как раз-таки посмотрим. Они явно еще не доделаны, потому что, вот посмотрите, видите, как вот, вот эта вот часть, которая, типа, центральная часть держит колесо, как она болтается. Мне кажется, колеса еще не доделаны, и, то есть видите, вот так вот они накореняются, то есть как-то странно, да? То есть, либо я их неправильно устанавливаю, но, опять же, опять же, устройство очень прикольно выглядит с этими колесами и очень необычно. Но, может быть, я неправильно их установил, как задумано, ну, не знаю. Скорость у них не очень большая, всего лишь 70 миль в час. Но, я думаю, они очень интересные. По крайней мере, с ними можно создать некоторые интересные устройства. Вот, посмотрите, с третьим вариантом, да? То есть, с третьим колесом, которое прямо... То есть, машинка стала чуть ниже, но, в принципе, так же передвигать. Очень прикольный крен, на бок такой очень интересный стал. Не знаю, это теперь у всех колес, или это вот у этих колес появился такой крен интересный. В общем, колеса-то прикольные, но функциональность их, знаете, как бы немножко непонятна, потому что, ну, типа, только если вот с этими и исключительно с этими колесами создавать какие-то устройства, наверное, как-то так. Так, да, ребят, это колеса Бигфута. И именно так, вот, здоровейнейшие колеса. Я тут попытался сделать какое-то устройство. Ну, вот как-то так с бамперами тут такое довольно-таки интересно получилось. Но, черт возьми, это огромные колеса Бигфута. Выглядят они просто обалденно. Также у них функциональность довольно-таки шикарная. То есть, ну, в принципе, они ездят не очень быстро. У них всего лишь что-то, сколько? 60 миль в час. Но, ёу, ребята, они, я так понимаю, они заедут куда угодно. Притом они еще так подскакивают, видите? То есть, он подскакивает прикольненько так на них. Ну, блин, шикарно. И чувствуется, размер этих колес чувствуется, что будут какие-то огроменные устройства. Я, на самом деле, немножко впечатлен в том плане, что как они решились на так... Ох, ты ж, ну, фига себе, какой тут... Ого, какой провал, посмотрите. Я такой точно не смогу заехать. Ого, даже интересно, смотрите. Он просто отскак... Они отскакивают от этой горы. Блин, прикольно, прикольно. Колеса, конечно же, еще не доработаны. Видно, что они немножко проглючивают. Видно, что у них есть какие-то баги, да, вот с амортизацией, так скажем, да. Но, как идея, блин, посмотрите, какой... Офигеть, тут же вообще сложно будет ездить прям. Вот это скалы, просто каньон какой-то. Потрясающе, на самом деле. Я немножечко в шоке от генерации, которую они сделали, потому что она потрясающая. Я, наверное, не смогу заехать на это, да? Да, вот смотрите, вот он просто... Он переворачивается. Жесть. А задним ходом я смогу, интересно? Нет, он просто... Он тупо переворачивается, блин. И да, это поистине большие колеса. По-моему, даже одни из больших колес. Ну, хотя нет, есть больше геокорпс колеса. Но это еще не все, потому что есть вот такие колеса, ребята. Вот такие вот огроменнейшие. Вообще, вот это, по-моему, самые огромные колеса, которые вообще теперь есть в игре. Ну, по крайней мере, на данный момент. Давайте посмотрим геокорпс. Серьезно, здоровенные колеса. Посмотри, я попытался что-то сделать. Ну, какой-то транспорт такой сделать. Вот такой бампер, куча прожектов, всякие какие-то штыковины. Они тоже немножечко работают, ну, подглючивая. Но это точно-рочно такие же колеса, которые и до этого смотрели. Только они просто, ну, больше размером. И черт возьми, они, конечно, впечатляют. Размер их, ну, серьезно впечатляет. Кстати, давайте просто ради шалости, да, уж раз у нас есть возможность креатива безудержного. Мы можем уже поставить себе немножечко двигателей. Буквально чуть-чуть. Ну, это прям вообще не разгоняет наш транспорт. Ни в коем образом, потому что скорости, точнее, мощности не хватает. Оп. Ну, блин, ладно, ладно, ладно. Окей, вот так вот пускай стоит. Ух, ну вот сейчас кое-как. Скорость, конечно же, маленькая, но проходимость просто зашкаливает, конечно. Ну, тут, ну, понятно, что здесь у меня всяческие вот эти вот, ммм, сейчас взорвется, да, все, всяческие фонари, которые мешают. Но, как видите, вот уже теперь, теперь совершенно по-другому. Интересно, вот на это заедет. Эх, черт, бампер мешает. Бампер мешает. Отлично, давай. Давай, давай. Он на задних колесах прям не хочет. Вот, 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 вот. Отлично. Блин, ну, прикольно, конечно. Я прямо уже жду, не дождусь, когда эти колеса и все эти штуковины, все эти прибамбасы ведут в эксплуатацию на нормальном, как бы, режиме. Можно будет поиграть. Уже интересно, вообще интересно, как они будут себя вести, какой вес будут нести. Потому что, ну, вот, в данный момент, допустим, я нагрузил заднюю часть, и, блин, ну, прям видно, что задняя часть так проседает заметно. Плюс, очень хочется поиграть вот с этими новыми биомами, которые просто, просто офигенные. Серьезно, тут такие необычные всякие склоны, тут такие необычные базы можно будет строить. Ух, я прям представляю все это, как будет добавлено, и прям можно начинать новый сезон. Надеюсь, вам понравился такой вот небольшой обзорчик колес, и, надеюсь, мы скоро увидим все эти блоки в реальной игре, нестабильной версии. Ну, или, кстати, некоторые блоки вообще никогда не были введены до сих пор в игру и остаются в экспериментал. Но, я надеюсь, эти колеса останутся, дойдут до конца и войдут в разработку. Поэтому ставьте лайки, если вам понравилось, всем всего удачи и пока.